Прежде всего я хочу поблагодарить Организационный комитет форума за предоставленную возможность здесь выступить. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, коллеги. В прошлом году на этом форуме вам представлял канадскую эрегифизическую компанию G-Tech, ее вице-президент Даг Питчер. Я же хочу вам представить реальные примеры экономической эффективности современных аэроэлектромагнитных технологий и показать некоторые полученные результаты по Казахстану. Я кратко расскажу о технологиях VTM и ZTM и их отличиях. Затем я покажу на примере некоторых венеорских компаний повышение их капитализации после проведения этих съемок. Коснусь вопроса стадийности и насколько она оправдана на практике. И в конце покажу конкретные примеры из Казахстана. В интернете вы найдете десятки тысяч статей и ссылок по запросу VTM Discovery и ZTM Discovery, то есть открытия. Я провел небольшое исследование независимых источников, результаты которого я сейчас и покажу. Я старался проследить всю историческую цепочку, чтобы продемонстрировать эффективность этих поисковых технологий в снижении рисков проектов по стратегическому обеспечению и наращиванию запасов минерального сырья, увеличение капитализации венеорских компаний, обоснованном увеличении производственных мощностей разведочных проектов. VTM и ZTM системы – это две принципиально разные электромагнитные системы. Я не буду утомлять вас техническими деталями. Просто скажу, что эти две системы предназначены для различных геологических задач и в целом для разного масштаба съемок, для проведения разного масштаба съемок. Возьмем справочник, вернее, руководство по инвестированию в горнодобывающий сектор, который издан в США в 2013 году, в частности по Швеции. На странице 45-46 приведен пример австралийской компании Avalon Minerals, которая в 2008 году приобрела медные проекты у Phelps Dodge Exploration в Швеции, в историческом меднорудном районе. В том же году компания провела VTM-съемку для наращивания запасов вокруг и в пределах добычных участков. Посмотрим на сток-маркет в этот период. Уже сам факт проведения VTM-съемки отразился на стоимости акций компании. Юниорская компания Quantum Minerals в Канаде, оперирующая в рудном районе Флинфлон в Манитобе. В 2014 году в период февраль-марта была проведена съемка VTM, в результате которой было обнаружено более 40 потенциально рудных объектов, три из которых были подтверждены геологическими исследованиями непосредственно сразу после съемки. И факт выполнения VTM-съемки и ее результаты нашли отражение в увеличении капитализации компании. Вы видите это на графике внизу. Эти данные доступны в интернете, это можно все проверить и посмотреть. First Quantum Minerals – рудный район в Панаме с комплексными месторождениями порфирового типа. Все известные месторождения были обнаружены еще 40 лет назад по геохимическим съемкам. Однако в 2010 году по результатам ZTM-съемки было обнаружено новое месторождение Балбо. Вот оно на западе. С запасами 2,1 млрд тонн руды. Это как отражаются известные месторождения и само новое месторождение Балбо в полях ZTM-системы. В трехмерном и двухмерном виде. Ну и посмотрим на сток-маркет, что произошло с капитализацией компании после съемки ZTM и в результате открытия нового месторождения. Вот тоже интересный пример в Австралии. В результате проведения VTM в 2006 году по сути обнаружен небольшой рудный район с целым рядом новых месторождений. В результате буквально за 2-3 месяца капитализация компании выросла на 80 миллионов долларов. Таких примеров можно привести большое множество, я думаю сотни. Просто я случайным образом выбрал те, которые пришли на УНП по памяти, какие компании проводили съемки. Я нашел в интернете все эти сведения и вот вам их показываю. Многие из нас вышли из советской геологии. Мы привыкли к понятию стадийности поисковых работ, к понятию разведочной сети. Я не хочу сказать, что это было плохо, но пытаться вместить в стандартные рамки все разнообразие природы невозможно. Вчера на круглом столе, посвященном системе КРИСКО, прозвучал тезис о том, что абсолютно одинаковых месторождений не бывает и подходить ко всем с одной меркой нельзя. Кроме этого, я бы добавил, что в последние 2-3 десятка лет технологии сильно стали изменяться. Технологии всего, аналитики, обогащения, геофизики, бурения. И это вносит очень сильные коррективы в принципе стадийности, которые сейчас нельзя рассматривать как правило. А скорее, как самую общую условность. Я хочу показать на примере рудного района Флинфлон в Канаде. В 90-х годах компания Хатбэй провела много электромагнитных самолетных съемок, в результате которых обнаружено множество объектов для заверки, доходящих до 2000. И было найдено 6 значительных по запасам месторождений. Но уже в 2000-х годах проведены съемки ВИТЭМ по части тех же самых площадей, в результате которых найден еще ряд других месторождений, и не только на более глубоких горизонтах. То есть технологии поменялись и опять вернулись в той же стадии поисков, просто с другими возможностями. Вот один из примеров месторождения, который открыт уже после второй технологически новой съемки. Это месторождение было пропущено предшественниками. Оно находится совсем на небольшой глубине, но по ряду причин оно было пропущено. Посмотрим, как появление использования технологии оказывало влияние на среднюю глубину бурения в компании в разные годы. Если вы видите, тут до 90-х годов средняя глубина бурения была порядка 100 метров. После проведения самолетных электромагнитных съемок она повысилась до 250-300 метров. И, наконец, после проведения ВИТЭМ-съемок компания получила обоснование бурить уже до 500 метров. В результате открыты целый ряд месторождений на, казалось бы, хорошо изученном рудном районе. Ну и, наконец, перейдем к Казахстану. Здесь Виталий Нессис сегодня продемонстрировал мировую тенденцию ухудшения качества сырья, включая уменьшение средних содержаний полезных компонентов. Это факт. Но по нашему опыту работы по всему миру, Казахстан имеет громадный потенциал для открытия месторождения высокого качества. Несмотря на небольшой срок нашей работы здесь, в Казахстане, и небольшие объемы выполненных работ, наши первые результаты хорошо демонстрируют этот высокий потенциал страны. Эта съемка очень небольшая была проведена в Карагандинской области в прошлом году. Участок Алтеншакки. Слева вы видите всю площадь работ. Это была небольшая съемка, буквально 500, по-моему, погонных километров. И на юге, вот справа это увеличенная часть карты, самая интенсивная аномалия проводимости, где мы задали, вообще мы задали несколько буровых скважин для заверки, но вот эта скважина была пробурена в первую очередь. Значит, здесь показаны разрезы в районе этой аномалии и положение самой скважины на разрезе удельной электропроводности, полученным по данным ЗТМ. глубина скважины 800 метров, с глубины 238 до забоя фактически халькоперид, перитовая минерализация во всем этом интервале. То есть скважина оказалась подвешенной и не вышла из руды. Ну, слово «руда» понятно, это экономическое, пока анализов, содержания, запасов мы не имеем, но тем не менее это орудинение. Наверное, многие в этом зале поняли, что речь идет о медно-порфировом типе орудинения. Значит, вот вы видите типичную геологическую модель медно-порфирового орудинения, и как она выглядит довольно так осредненно. Усредненно – это тоже примеры каких-то месторождений в мире я взял. И модель, разрез, который вверху. Посмотрите на предыдущий слайд. На нижний разрез, который пересекает эту же самую аномалию, ну, на западе. Да, видите, какое сходство. То есть морфологически это видно, что это медно-порфировое орудинение, ну и по минерализации тоже. В принципе, по нашим данным, продолжать бурение нужно выше тысячи метров глубины, может, даже до полутора тысяч, для того, чтобы убедиться в нижней кромке орудинения. И здесь показано в трехмерном виде, как выглядит эта южная аномалия. И, наверное, вы видите на севере подобная такая же кольцевая структурная аномалия, похожа на типичное медно-порфировое орудинение. Кстати, на севере, в пределах той аномалии, находится известное рудопроявление золото-медное. То есть здесь теперь надо только бурить. Появились данные, которые дают обоснованность бурения. Фактически можно задавать точки бурения, глубины скважин. К сожалению, участок был очень маленький, и провести ЗТМ вообще не терпит маленьких площадей, потому что это трехмерный метод. Для того, чтобы делать трехмерную инверсию, то есть количественную интерпретацию, нужно иметь большую площадь. Но, тем не менее, мы провели двухмерную инверсию, и уже по ней можно задавать скважины, что мы и сделали. Следующий пример – это уже колчеданно-полиметаллические руды в Восточном Казахстане. Съемка ВИТЭМ. Там вот этот ТД-6 – это известное месторождение, но кроме него – это небольшая площадь, 100 квадратных километров. Мы обнаружили еще пять подобных объектов. Вот они здесь представлены. Это один из этих объектов, смоделированный для бурения. На другом участке, тоже после съемки ВИТЭМ, мы смоделировали проводник, задали параметры заверочной скважины, и в результате компания пробурила и получила рудные интервалы. Но вот здесь очень показательно. Наша модель, вот эта белая такой плейт, отражает первую значимую пробу, то есть рудный интервал, который находится ближе всего к поверхности. Следующее – смоделировать очень трудно, потому что здесь физика работает. Вот эта верхняя кромка рудного тела, конечно, экранирует, и нам очень трудно смоделировать то, что находится под ней. Но, тем не менее, поисковая задача выполнена, и глубина скважины 700 метров. Вот здесь представлены содержания в эквиваленте цинка. Вот здесь я хочу показать результаты обычной аэромагнитной съемки в прошлом году, которую мы проводили для Риотинта. Вы видите, какая разница между историческими данными и современными данными. Это тоже относится к стадийности работ. Фактически масштаб съемки тот же самый, что было в советское время. Но, тем не менее, качество данных совершенно несопоставимо. Ну, вот все, что я хотел вам показать и рассказать. Большое спасибо за внимание. Все вопросы, которые есть по техническим, геологическим, геофизическим темам, вы можете подойти к нашему стенду. Спасибо.